МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это был один из самых необычных самолетов в истории советской авиации. Он проектировался как высотный истребитель, но в итоге стал пикирующим бомбардировщиком. Самолет-победитель Пе-2. Знаменитая пешка. В фильме «Оружие». К началу Второй мировой войны основу фронтовой ударной авиации военно-воздушных сил рабочей крестьянской Красной Армии составлял бомбардировщик СБ. Его разработало конструкторское бюро Андрея Туполева еще в 1934 году. И строился он массовыми сериями. Для того времени это была вполне современная машина, которая обладала высокой скоростью и приличной бомбовой нагрузкой. Однако стремительное развитие авиации, в особенности истребительной, привело к тому, что СБ очень быстро устарел. Ему было тяжело выполнять боевые задачи уже в ходе советской финской войны, хотя авиацию противника нельзя было назвать передовой ни в количественном, ни в качественном отношении. Требовалась новая массовая машина для фронтовой авиации. В этот период серьезное внимание руководства советских ВВС привлекла новая тактика бомбометания, спикирующего полета. Первыми ее начали применять летчики американского флота. Именно в США впервые построили специализированные самолеты-пикировщики палубной авиации. Их задачей было уничтожение кораблей противника. Концепция пикирующего бомбардировщика получила дальнейшее развитие в Германии. Перед началом Второй мировой войны Люфтваффе получили на вооружение «Юнкерс-87» «Штука». Этот самолет успешно применялся в Польше и во Франции, а также на первой стадии войны против СССР. Он считался идеальным инструментом воздушного сопровождения сухопутных моторизованных войск. Высокая точность бомбометания с пикирования позволяла поражать небольшие цели на поле боя. Танки, бронемашины, доты. Пикировщики в какой-то степени даже могли компенсировать полевую артиллерию, не успевающую за танковыми колоннами. Возможность бомбометания с пикирования предусматривалась и в средних бомбардировщиках «Юнкерс-88» и «Дорния-217». Пикирующий бомбардировщик перед войной разрабатывали и в Советском Союзе. Это был «Ар-2» конструктора Александра Архангельского, созданный на основе Туполевского СБ. Однако перспектив у этой машины не было, поскольку сама базовая модель уже серьезно устарела. Возникло предложение переделать в пикирующий бомбардировщик самолет ВИ-100. Этот высотный истребитель дальнего действия строился в ЦКБ-29, особым инженерном подразделении, созданном при НКВД. Здесь трудились бывшие сотрудники исследовательских институтов, серийных заводов и конструкторских бюро. Истребитель ВИ-100 разрабатывала группа инженеров ЦКБ-29 под руководством Владимира Петлякова. Петляков Владимир Михайлович, выдающийся авиаконструктор, лауреат государственной премии. Годы жизни. 1891-1942. Родился в городе Новошахтинск в семье чиновника. Окончил Московское высшее техническое училище. Работал в КБ Андрея Николаевича Туполева. Участвовал в создании самолетов АНТ-2, ТБ-1, ТБ-3, АНТ-20 «Максим Горький», ТБ-7. В 1937 году был арестован, в 1940-м освобожден. Погиб в авиационной катастрофе. ВИ-100 создавался для противодействия бомбардировщикам противника, которые, как предполагалось, будут летать на больших высотах. Однако, реально, таких самолетов на вооружении авиации ведущих стран мира к началу Второй мировой войны практически не было. Владимир Петляков получил задание переделать ВИ-100 в пикирующий бомбардировщик в начале 1940 года. Сроки были очень жесткими. На все работы отводилось только полтора месяца. Задача выглядела почти невыполнимой. Ведь изначально при разработке конструкции высотного истребителя режим бомбометания на пикировании не предусматривался. А это очень серьезная нагрузка на все элементы силовой схемы самолета. На помощь конструкторской группе Владимира Петлякова пришли специалисты Центрального аэрогидродинамического института. Закончена подготовка к испытанию двухмоторного пикирующего бомбардировщика. Крылья самолета будут нагружаться рычагами так, как они нагружаются воздухом при полете. В полете этот самолет будет совершать боевые маневры, при которых его отдельные части испытают очень большую нагрузку. Поэтому так тщательно разрабатываются в ЦАГе нормы прочности, указывающие величины действующих на самолет нагрузок и необходимые для каждой части самолета запасы прочности. Включены силы возбудителей. Динамометр показывает рост нагрузки на самолет. Из предосторожности экспериментаторы наблюдают показания приборов издали. Нагрузка достигла максимальной величины возможной для испытываемого самолета при его выходе из пикирования. При этой нагрузке в конструкции самолета не обнаружено никаких признаков разрушения. Удачная конструкция кабины предоставляла летчику и штурману отличный обзор вперед и вниз. Для снижения скорости при пикировании использовались решетчатые тормозные щитки. Новый самолет был представлен на государственные испытания весной 1940 года. Он показал высокие летные и боевые характеристики. По итогам испытаний было принято решение строить бомбардировщик серийно. Опытную машину продемонстрировали на Первомайском параде 1940 года. За успешную разработку нового бомбардировщика Владимир Петляков был удостоен государственной премии. В 1941 году развернулось массовое производство самолета, который позднее получил индекс Пе-2. Пе-2. Пикирующий бомбардировщик. Длина 12,6 метра. Размах крыльев 17,6 метра. Максимальная взлетная масса – 8700 килограммов. Силовая установка – два поршневых двигателя М-105 мощностью по 1100 лошадиных сил. Максимальная скорость – 540 километров в час. Практический потолок – 9000 метров. Практическая дальность при полной нагрузке – 1500 километров. Вооружение – два пулемета калибра 12,7 миллиметра, два-четыре пулемета калибра 7,62 миллиметра. Боевая нагрузка, авиабомбы массой – 1000 килограммов, реактивные снаряды. Экипаж – три человека. Серийное производство Пе-2 разворачивалось очень быстро. Весной 1941 года эти машины начали поступать в строевые части. К началу войны ВВС РККА получили 458 самолетов. Освоение Пе-2 проходило трудно. Самолет на разбеге имел склонность к развороту. При жесткой посадке машина капризничала или, как говорили пилоты, козлила. Причиной была конструктивная недоработка амортизаторов. Да и тактика бомбометания с пикирования была принципиально новой для советских летчиков. Пикирование – это, конечно, не из приятных, потому что перегрузки, особенно при выводе, при воде ничего так, а при выводе из пикирования надо было тянуть нашу. И в крайнем случае земля здесь рядом совсем была. И поэтому здесь очень опасно было. Несмотря на сложности, авиачасти и вооруженные Пе-2 успешно сражались уже в первые месяцы Великой Отечественной войны. По началу Пе-2 использовался как обычный фронтовой бомбардировщик. Основными задачами пикирующих бомбардировщиков Пе-2 была работа по переднему краю противника, по штурмовке окопов и боевых расчетов артиллерийских установок и минометов. Пикирование в строевых частях начали применять только весной 1942 года. Первым эту тактику освоил 150-й бомбардировочный авиаполк Ивана Полбина, будущего дважды Героя Советского Союза. Машина использовалась на протяжении всей войны не только в качестве бомбардировщика, но и дальнего разведчика, истребителя, даже пропагандиста. В строевых частях Пе-2 любили. Бомбардировщик сразу же получил ласковое прозвище «Пешка». Управление великолепное на Пе-2 было. Легкое управление, техника пилотирования очень приятная. И даже захват еще для нас, молодых летчиков, это было великолепное. Благодаря своему истребительному происхождению, самолет Петлякова был трудной целью для немецких мессеров и фокеров. Скоростной, маневренный, с хорошим оборонительным вооружением, Пе-2 мог постоять за себя в воздушной схватке. Конечно, не обходилось без потерь. А мы с товарищем, Зюжин такой был, после какого-то задания, селили на аэродром, наши самулеты без горючего, понимаете? И вот в этот момент, когда мы сидели, наши самулеты там готовили к вылету, над этим аэродромом проходила тройка этих, ну, Пе-2. Они вытянулись таким пеллингом, видно, что они все уже, как говорят, в воздухе расстреляли стрелки и прочее, вот. И сзади 109-й. Один, ну, работал, а второй его прикрывал. И на наших глазах они всех трех сбили. Прямо вот, ну, каких-то в течение двух минут, даже меньше, наверное. Самолет совершенствовался, выдержав не одну модернизацию. После трагической гибели Петлякова в авиационной катастрофе машину дорабатывал другой известный авиаконструктор Владимир Месищев. Ему удалось поднять скорость пешки до 650 километров в час и втрое до трех тонн увеличить бомбовую нагрузку. На самолете Пе-2 летали герои художественного фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика». «Будешь ты стрелком-радистом, а в душе пилот. Будешь ты летать со свистом задом наперед. Там-тариям-тариям, пам-пам-пам. Там-тариям-тариям». Пе-2 сыграл важнейшую роль в достижении Великой Победы. Он стал самым массовым фронтовым бомбардировщиком советских ВВС. Всего до 1946 года было построено 11,5 тысяч этих самолетов. Великой Победы.